Девы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на февраль месяц. Что вас ожидает в февраль месяц? И первая карта для вас, карта четверка жезлов. Для тех, к которым в отношении у вас рядом есть такой человек, к которому вы идите по жизни рука об руку. Есть человек, которому вы можете доверять, вы можете рассказать свои секреты, свои какие-то ситуации жизненные. Для одиночек я хочу сказать, что, знаете, здесь ваша гармония, ваше внутреннее состояние, когда вы доверяете себе, да, вы ставите какие-то цели и вы доверяете, что их вы можете достичь. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца для вас. Что вам высшие силы? Четверка мечей. Четверка мечей показывает, знаете, я по этой карте еще могу сказать то, что здесь как бы нужно обращать внимание на ваше здоровье. Здесь может быть спина, здесь может быть какие-то ваши суставы. Здесь нужно вот именно вот обращать на это внимание. Здесь еще хочу по четверкой. Вот здесь может быть то, что для тех, которые в отношении, вот в этих отношениях как будто происходит какая-то пауза, да, как будто никакое развитие, да. Здесь никакие изменения здесь не происходит. Если рабочие моменты, то я хочу сказать, что у вас есть какие-то предложения, которые вот вам новые, но вы пока ставите на паузу, вы пока думаете, вы не знаете, вот стоит хотя по четвертой жезлу, стоит вот начать новую работу, начать новые отношения, потому что здесь не нужно вот ставить вот себя на паузе. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта для нас, карта волшебника. Карта волшебника показывает, вы должны уже какие-то действия делать, да. Вы не сидели, не нужно вам вот подвешивать, да, не нужно сидеть в паузе. Вы должны, знаете, сделать, если сказать мужчина и женщина, вы очень талантливые, да, вы стремительные, вы люди, которые знаете уже то, что вы хотите. Не важно, чем вы бы занимались, но вы знаете то, что как правильно сделать, как правильно. Здесь знаете почему? Потому что здесь у вас есть уже воля, да, когда вы четко осознаете, что вам нужно, что вы, какие цели вы хотите, какие возможности в будущем вас ожидают, да. Здесь может быть то, что только не нужно себя, знаете, ставить на паузу, да, дать возможности построить даже новую работу, построить новые отношения. Здесь просто нужно сделать какие-то действия, да. Следующая карта на середине месяца, и это карта восьмерка мечей. Здесь возможности есть, да. Здесь просто нужно сделать шаг вперёд. Здесь не нужно гореть изнутри и думать, что у вас нету никакие возможности. Здесь есть самое главное, чтобы вы брали вот это ответственность, чтобы вы разрушили вот эти ваши страхи, неуверенность, и боялись войти в новые здесь, если касается для тех, которые боятся войти в новых отношений, да. Они очень сильно вот думают, что опять они будут входить в отношения, а потом опять у вас какая-то пауза будет происходить, да. Здесь вот только ваши страхи нужно убрать. Давайте посмотрим следующая карта на середине семёрка кубка. Это только ваши иллюзии, это только ваши фантазии, это только ваша неуверенность. Просто переборите вот это всё, потому что это только в вашем голове, да. Здесь это не то, что вы на самом деле в вашей жизни происходит. Это вы сами себе придумываете, да. Вы сами себе, знаете, ставите вот в такое состояние, когда горите изнутри. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это ту скупку. Наполнение вашей час, да. Наполняйте себе, дайте возможность почувствовать новые чувства, новые эмоции. Входите в новых отношения, не бойтесь. Начинайте что-то новое ваше. Потому что вот из-за того, что вы настолько сильно боитесь начинать что-то, вы не можете себя наполнять как человека, да. Вы не можете что-то чувствовать новое. Здесь просто дайте себе возможность это почувствовать. Дайте возможность что-то новое попробовать. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Карта дьявола. Карта дьявола показывает это ваше искушение, да. Вот эти ваши искушения, я хочу сказать, для тех, которые имеют отношение, да, для тех, которые, знаете, уже живут более 4 года, здесь может быть то, что почему вы находите в паузе. Потому что у вас может быть, вы мечтаете о какой-то любви на стороне, да. У вас в голове, вы находитесь в отношении, но всё-таки в голове у вас есть мечты, что вы хотите что-то на стороне попробовать. Я хочу сказать то, что убирайте вот эти ваши искушения. Не старайтесь входить в таких отношениях. Для тех, которые не в отношении, здесь просто может быть, почему у вас не получается в отношении, из-за того, что вы очень сильно фантазируете, вы очень сильно боитесь, вы очень сильно себя, знаете, как барьер ставите. Вот нужно всё это, ну, перебороть и убрать. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта двойка Пентакли. Знаете, держите свой баланс, контролируйте ваши эмоции, контролируйте ваши, знаете, ваши действия. Для тех, которые в отношении, не нужно входить в других отношений. Если даже там нету чувства, даже если между вами происходит какая-то пауза, может, вы не хотите, чтобы сначала выходить из таких отношений, потом начинайте что-то новое. Почему? Потому что, если вы будете вот идти на такие искушения, вы можете, знаете, только шаг нужно, и вы потеряете ваш контроль. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета. Что вам Высшие Силы советуют вам, как себя вести вот на протяжении этого месяца, февраля? Это десятка мечей. Чтобы у вас не было разочарования, чтобы у вас не было вот это депрессивное, пустотное состояние, не входите в каких-то искушениях. Если это рабочие моменты, если это самодумы, что там больше заработаете, или там больше какие-то финансы, не нужно. Очень правильно думайте. Почему? Потому что вы можете это сделать. Вы можете это что-то правильно сделать. Да, у вас возможности действия, вы можете делать. Но самое главное, вам нужно перебороть что-то в вашей жизни. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.